Всем привет! Меня зовут Костя, я дизайном занимаюсь в Яндексе. И сегодня про это хочу с вами поговорить. Именно поговорить. Я думаю, что это будет не лекция, а просто разговор. То есть вы можете меня в любой раз перебивать, перерывать, задавать вопросы, спорить, сомневаться и всё такое прочее. Так будет интересно, я думаю. И раньше любую лекцию я начинал с рассказа о том, как важен дизайн. Что это вообще такое, что надо об этом задумываться, что обязательно нужно об этом думать. Мне кажется, что уже пора перестать на эти темы говорить. У всех достало. Я думаю, что никто не сомневается в том, что о дизайне надо думать. Я посчастливился работать с разными контент-разработчиками. И все хорошие разработчики дизайн в той или иной степени чувствуют. Они, может быть, сами там не рисуют чего-то, но всё равно с ними можно обсудить какой-то макет или просто поговорить на эту тему. И обычно всегда получается хорошо. Так что мы сегодня поговорим про дизайн немножко. И, собственно, главная мысль, которую я хотел бы сказать, она выражается одним слайдом. Все думают, что дизайн – это какая-то непонятная творческая деятельность, а это на самом деле не так. Вот именно это я хотел бы, чтобы вы запомнили просто сегодняшнее наше общение. Дизайн – это довольно простая деятельность, и она структурированная. Ей научиться может абсолютно любой желающий. В этом нет никакой магии, никакого секрета, и не нужно этого бояться, и не нужно к этому относиться как к чему-то особенному. И некоторые также думают про дизайнеров, что они какие-то там творческие, что они что-то там талантливые какие-то, что это всё тоже неправда, абсолютно такие же, как все, и дизайнер может стать любой, кто захочет этого. Ну, собственно, лекция будет построена… Лекция общения. Из четырёх частей я расскажу немножко про процесс, потому что, кажется, он лучше всего объясняет, что это не какая-то туманная творческая деятельность, а вот у меня здесь и структура. Потом посмотрим немножко про интерактивный дизайн и немножко про графический дизайн. И в конце приведу список книжек и всяких других источников, по которым вы сможете, если заинтересуетесь, что-нибудь ещё почитать. Потому что, естественно, за полчаса невозможно рассказать ничего. Можно только просто бросить какую-то первую мысль, заинтересовать задачу, но самим придётся. Ну, собственно, процесс. Его все отображают по-разному. Мне нравится вот такое представление. Количество частей может быть разным. В общем, смысл такой. Когда у нас есть какая-то задача, что это сделать за дизайнером? Мы начинаем с исследований. Это обязательная часть. Потом интерпретируем результат исследований, занимаемся генерацией идей. И после этого идей превращаем в какие-то прототипы, ставим над ними эксперименты. И с помощью бесконечного количества и конечного итерации через процесс вводимся и приходим к конечному результату. Я сейчас чуть подробнее про каждую из этих частей расскажу. И тогда станет понятнее, что про это всё вместо. Но, ещё раз, это деление необязательное. То есть, есть люди, которые в каких-то источниках выделяются четыре части. То есть, каких-то вообще нет разделения на части. Я просто рассказывал про процесс, про непрерывную вещь. Это, в общем, всё не важно. Просто условно можно так себе представить. Первая часть исследования. Смысл её освоится к тому, что любой дизайн начинается с того, что вы изучаете, что человечество уже успело придумать в этой области до вас. Удивительно, как много людей этого не делают. И есть даже распространённое мнение, что, чтобы придумать что-то гениальное, нужно ни в коем случае ни на что не смотреть существующее. Иначе как бы будешь повторяться. Но, в общем, классическое образование в области любой творческой деятельности есть. То есть, кто говорит одно правду. И нельзя написать симфонию, если вы никогда не слышали никакой музыки. Нельзя написать интересный роман, если вы не читаете литературу никакой. Ну, или, может быть, можно, но большой охватник случайностей для этого. Так что в дизайне то же самое. Чтобы сделать хороший дизайн, нужно изучить очень много всего. В принципе, если вы способны перелопать в горы источников и узнать, что в мире существует, то вы уже неплохой дизайнер. Пример из того, что мы делали недавно с браузером. Мы сделали браузер и рисовали для него иконки. Ну, пробовали очень много разных вариантов. Тут показаны некоторые из них. Спорили, не могли выбрать. И, естественно, начали с того, что посмотрели вообще в разных браузерах, как эти иконки в принципе выглядят. Взяли каждую игру и во всех основных браузерах посмотрели, как она нарисована. Этим занимался очень талантный наш дизайнер Вася Сергеев. Тут обнаружилось много интересных вещей, из которых мы делали какие-то выводы. Например, лупа. Если посмотреть на все лупы, которые там существуют в мире, то видно, что у них у всех немножко смотрят вниз, но у кого-то вправо, у кого-то влево. Мы стали думать, а какую нам выбрать. Та, которая влево, она вроде как-то вся устремлена собой в правый верхний угол. Считается, что это позитивное направление, очень хорошее. С другой стороны, лупа идет, получается, над левой рукой держать. Не круто. Хочется лупу в правую руку. В итоге остановились на таком варианте, который берется в правую руку. Или, например, иконка Refresh. Почти у всех, кроме Internet Explorer, но это можно не считать. Иконка представляет собой разомкнутое кольцо, у которого есть стрелочка. Оно направлено, кстати, всегда по часовой стрелке. Здесь вопросов не было. Refresh должен крутиться по часовой стрелке. Вопрос в том, какой именно угол взять, потому что они все тоже в разную сторону смотрят. Опять же, сначала мы хотели, чтобы она смотрела в правый верхний угол. Классное, самое позитивное направление. С другой стороны, получается, если взять вот такую иконку, она очень устойчиво стоит и не может перевернуться из этого положения. Этот центр тяжести такой, что она просто не может рефрешиться, потому что она стоит уже в устойчивом состоянии. Не нынешно будет. Ну да. Мы взяли вот такой вариант, когда она стоит не так устойчиво, и можно ее немного пошерпнуть, она перевернется до одной страницы. Например. Или споры со стрелками. Казалось, что стрелки — это самое классное. Они такой элемент, которым кажется проще всего какую-то придать уникальность. Они все разные. Там у кого-то треугольнички, у кого что-то такое. И мы сначала хотели тоже взять треугольнички, только такие вот контурные. Думали, что это будет очень классно, это нас сразу выделит от всех. Потом заметили, у нас в браузере не видна кнопка «вперед». В обычном состоянии, когда некуда идти вперед, рисована только кнопка «назад». Получается, что у нас стоит один только треугольник, который смотрит назад. И когда он один, когда не два, то это перестает считаться как стрелка. Это просто треугольник. Хочется рядом поставить еще квадрат, круг, ром, и партографии, теоретические элементы. Или это как кнопка «плей», и тоже она получается не в ту сторону, как будто смотрит. В итоге решили, что ладно, у человечества существует канон. Это горизонтальная палочка, из которой ручают еще две палочки — это вот стрелка. Давайте это не запретать, а возьмем каноническую стрелку, и дальше мы занимаемся тем, чтобы подобрать идеальные какие-то пропорции, углы и все прочее. В общем, получилось. Финальный вариант, кажется, то, что сверху, и мне, в общем, нравится, что получилось. Интерпретация. После того, как проведены всякие исследования, и мы выяснили, что вообще человечество в этой области успело нагенерировать, нужно правильно поставить задачу, сформулировать, что именно будем делать мы. Это сложная и очень важная часть. У советских хоккеистов была поговорка, что хороший продали — это полкоманды. Так что кажется, хороший дизайнер — это тот, кто может задачу поставить. Это половина дела вообще, которое в дизайне существует. У нас была форма страницы авторизации Гендекс.Почти. Она прожила в таком состоянии много лет и захотелось ее обновить. Ну, можно… Как поставить задачу дизайнера на обновление этой страницы? Можно взять и дизайнера и сказать, давай рисуем новую версию. И он, наверное, будет смотреть, думать, может быть… А, да. Причем здесь есть тоже интересная штука. Если мы возьмем дизайнера, скажем, что думаешь про эту страницу? Он скажет, фу, какая она отвратительная. Сейчас я нарисую, какая должна быть. И нарез… Потом придет следующий дизайнер точно так же обырукает работу предыдущего, и, в общем, этот процесс бесконечный. Каждый дизайнер плохо относится к работам всех своих путешествий. Можно было… В общем, как-то… Мне кажется, что хорошо поставленная задача у меня есть следующая вещь. Она объясняет четко, чего мы хотим достичь. Она дает какой-то критерий, которым это можно измерить, и, возможно, указывает ширик того, как это можно достичь. Мы изучали чему-то эту страницу и обнаружили, что очень большой процент ее посетителей, про них мы не знаем, есть ли у них вообще логинный Яндекс или нет. Ну, т.е. когда человек логинился на Яндексе, у него откладывается в бражере, там, записывается в cookies, что он залогинил. После того, как он разлагинился, cookies остаются, и, в принципе, можно увидеть, что у этого человека существует логин. Ну, если он не стирал право с ним ничего. Здесь мы видели, что заходили люди, у которых этой книги нет, и, значит, это какие-то люди, у которых вообще, похоже, нет почты на Яндексе. Они как-то оказались на этой странице. И дальше они практически всегда уходили. При кабельной ссылке «Заведите почту на Яндексе» была визер. Мы решили, что, возможно, именно на этом и стоит основать переделку страницы. Ну, раз туда идет ваше, потом людей, у которых почты нет, они ничего не делают для того, чтобы они ее завели. Давайте сделаем. И мы предложили дизайнеру именно такую задачу. Переделать страницу таким образом. С одной стороны, мы должны сохранить естественную форму авторизации. Ну, это самое главное, что есть на странице, и, в принципе, вторая для чего она существует. Это нельзя сломать. Но надо каким-то образом сделать, чтобы вот эта ссылка начала работать лучше. Дизайнер предложил классическое решение. Давайте поставим по центру экрана большую зеленую кнопку. Заведите почту. Почему нет? Мы говорим, хорошо, давай попробуем. Рисовал макет. Получилось как-то так. И там вокруг еще расписаны разные костранства почты. В принципе, макет всех устроил. Решили проверять, как он будет работать. Тем более, что критерий был. Нам было достаточно, чтобы кликабельность этой кнопки была высокой, чтобы посчитать, что редизайнер случился успешно. У дизайнера оставался еще немножко времени. И он говорит, давайте сделаем страницу про синие. То есть она как бы такая, как обычно в Яндексе, белый фон, немножко черного текста, все так очень сухо, сдержанно и аккуратно. Хочется какой-то тысяч прикачности сюда добавить, чтобы очень хотелось завести почту. Мы говорим, ну давай, дизайнер нарисовал страницу с синие фото. Мы засомневались. То есть, с одной стороны, конечно, да. Тут даже такая вот видно чуть-чуть штриховочка на кнопке есть. Там много все через Бернсон нарисовывает. С другой стороны, ну как-то на мою игру похоже и вообще непонятно. Спорили, спорили. Дизайнер настаивал и спорил до хрипоты, что именно так должно быть, что хватит делать скучной белой страницы. Мы говорили, что непонятно. В итоге решили, зачем спорить, если у нас есть критерий того, как можно проверить, хороший дизайн или плохой. Давайте запустим экспериментом обе страницы сразу. Человеку в случайном порядке будет открываться либо одна, либо вторая. Отмешиваем там все счетчиками, посмотрим, какая будет работать лучше. Просто вот в показательном конверсии. Мы это сделаем. Прошло две недели. Людям случайно показывалась либо белая страница, либо синяя страница. Как вы думаете, какая страница в итоге оказалась эффективной? Белая. Никакая. Какая эффективнее была? Белая. Кто считает, что эффективнее была белая? Где-то половина. Кто считает, что синяя? Чуть поменьше. Кто воздержался? Три человека. В общем, страницы работали одинаково. С точностью до крошечной погрешности они выдавали одинаковую конверсию. И это, похоже, можно сделать такой опыт, что если главное решение есть, то в данном случае это решение о том, что должна быть большая зеленая кнопка. Вес этого решения перевешивает все остальные нюансы оформления, которые есть вокруг. И если есть время, то можно нарисовать все эти красоты. Если нет времени, то можно запускать как есть и все равно будет работать очень круто. А вот нисколько процентов увеличила эта двигательность? Я не помню точное число, но намного. То есть обе страницы действительно работали гораздо лучше, чем старая версия. И передизайн был призван успешным весьма. Несколько раз? Несколько десятков раз? Несколько раз, наверное. Но я не помню точное число и играть лучше не было. Ну, собственно говоря, здесь я выписал некоторые вопросы, которые как раз нужно задавать себе, когда ставишь задачу. Важно понимать, что дизайн — это не просто нарисовать красивую картинку, а это предкладная деятельность, которая решает задачу. Их задачу нужно будет хорошо сформулировать. Мы должны очень четко понимать, зачем мы это делаем, как, например, получилось ли хорошо или плохо. Понимать, что вообще можно будет сделать, ну и так далее. И как люди узнают о том, что мы что-то сделаем. От каждого дизайнера мы требуем того, чтобы он задавал такие вопросы, если в постановке задач это не объяснило. Дальше, когда задача поставлена, приходит время генерировать идеи, придумать чего-то хорошего. Человечество придумало разные способы того, как можно на зафиксированное время изобрести что-нибудь интересное. И сейчас мне хочется провести с вами небольшой эксперимент. У вас есть вот такое. Каждый из вас, наверное, тоже. Это очень популярный классический тест тридцати кружков, в который мудриканский участвовал за глазами. Задача такая. Я сейчас засекну минуту времени. За эту минуту вам нужно каждый кружок превратить в какой-то предмет, дорисовав что-то, чтобы стало понятно, что вы имеете в виду. Ну, то есть, например, если дорисовать двоклазный этап, у нас получается смайлик. Дорисовываем лучи, у нас получается солнышко. Дорисовываем ядочку, получается яблочко и так далее. Нужно... Сиди пока! Сиди пока! Не волнуйся. Можно, прикинявши нескольких предметов, и рисовать одну, там, сочетающую несколько кружочек. Грустную яблуху можно. Можно все рисовать? Это будет считаться одной идеей. Задача генерировать как можно больше именно разных идей. И рисуйте так, чтобы я мог по вашему листу понять, что именно именно отсюда. То есть, не совсем абстрактная жизненность. Так, думаю, что туда пять, четыре, три, два, один. Поехали. Минута пошла. Теперь же, наверное, у всех смайлик. Смайлик, солнышко и яблочко можно тоже нарисовать. Первый день будут все призываться. Ничего страшного. До свидания. 10 секунд. Все, вы положите на ручки, пожалуйста, все, вы не забачиваете. Ну что, кому удалось нарисовать 5 разных идей, или 5 и больше разных идей? Почти все. 10 и больше разных идей? В общем, один человек, кажется. Здорово. В общем, вот как можно заполнять лист. Ну это, конечно, чуть больше с ним замену, нарисованно. Что получается? Важный вопрос, а сколько ты, к примеру, заполнишь? Любой дизайнер из ягодца заполнит, который не знает, как этот тест, он заполнит за минуту. Я хотел бы надеяться, что больше ввести, но я не стал нашим занять такой эксперимент. Надо попробовать. Вообще, как вы посмотрите, что получается? В принципе, каждый из нас знает десятки тысяч круглых предметов. Почему они не приходят в голову за это минуту? И когда мы разбираемся, они вспомнят. Да, потому что мы испытываем банику. На самом деле, дети справляются с этой задачей гораздо лучше. Подобный же аналогичный эксперимент с чуть другим заданием ставили на дети в детском саду. И знаете, какой процент детей показал результат, который считается гениальным для взрослых? 98%. Дальше эксперимент повторяли еще спустя 3 года, и было видно, как постепенно процент падает. Что-то с нами происходит в течение жизни, что убивает в нас изначальную творческость, которая есть в каждом человеке. Это, в основном, большое количество комплексов ограничений, которые мы на себя навешиваем. Взрослый человек очень стесняется. Когда вы рисуете, вы, во-первых, постоянно думаете, что время заканчивается. Потом вы думаете, а если я сейчас нарисуюсь, будет непонятно, что это, некрасиво, я же не умею рисовать, а это вроде уже было, там это, наверное, плохо повторять. И все время это большое количество этих мыслей, оно убивает спокойный творческий процесс, который может происходить. Поэтому в основном все техники генерации идеи основаны на том, чтобы максимально снимать такие ограничения, например, запрещая критику. Все эти мозговые штурмы, они всегда запрещено критиковать и обсуждать идеи до того, как их не нагенерится большое количество. Потому что именно как только ты начинаешь задумываться о том, что, а может, эта идея не понравится кому-то, а по ней начнут оценивать, насколько я крутой или не крутой, тут же все пропадает. Надо полностью все эти мысли исключить, придумать много всего, а потом уже обсуждать, оценивать, рассуждать и все такое проще. Есть еще много разных методов, вы можете прочитать об этом в разных кнопках. Есть риз, которые у нас изобрели, мозговые штурмы, и все разные способы того, как можно придумать идеи. Но мы двинемся дальше. После того, как есть какой-то образ решения, мы, естественно, это прототипируем, чтобы посмотреть, что получается. И тут я ничего не буду рассказывать, потому что вы с этим знакомы гораздо лучше меня. Мы верим в HTML прототипирование, на котором можно все прощупать и посмотреть. Самое главное, что нужно знать про прототипирование, заключено вот в этом слайде, который я очень люблю показывать почти в каждой моей лекции. И вы, наверное, видели эту картинку. Этот слайд выражает собой следующие мысли. Что такое прототип? Мы придумали какую-то идею, обсудили ее, изобразили ее, нарисовали ее, спрототипировали и выбросили. Вот так происходит процесс прототипирования. Очень важно сразу понимать, что идея делается на выброс. Если у нее потратится много сил, если у нее вложено много души, потом не захочешь с ней расставаться, это тоже очень плохо. Надо понимать, что это процесс очень быстро, именно черновол. Почему-то вот, когда используется слово «черновик», то всем не страшно на нем, потому что угодно накаляк, все понимают, что это никуда не пойдет. А прототип — это слово, к которому мы как-то более трепетно относимся, хотя прототип — это именно «черновик», и надо вот именно так его воспринимать. В этой картинке есть еще одно интересное полкование, которое вы можете понять, если присмотритесь вот к этому круглому предмету. Вот к этому круглому предмету. Откуси в голову, заверни в полотенце и выброси. Эволюция. После того, как прототип готов, нужно пройти несколько стапель. Есть у меня в фоне очень классная старая картинка. Я не помню точно, как она называется, но она была в разных учебниках, посвящена тому, как древние люди представляют себе его свойство мира. Вот это дизайнер, и он находится в своем уютном мире. Там оно тепло, хорошо, здорово, там у него картинки, большой монитор, вкусный кофе, всякие мягкие игрушки. Он рисует картинки. А потом, вот на этой картинке показан момент, когда дизайнер показал свои работы во внешний мир. А именно разработчикам, тестировщикам, менеджерам. Оказывается, что там гигантское количество врагов. Они нападают на него, они ругают его, они придираются к его прекрасным работам, приходят с критикой, замечаниями и симпатерины. И в этот момент открытия многие переживают очень болезненно. Конечно же, в какой-то момент дизайнеру приходит осознание, что, блин, мы же работаем в одной команде, занимаемся одним продуктом в одной компании. И, в общем-то, почему надо воспринимать этот метр как какой-то чужой? Надо весь мир воспринимать как свой. Дизайнер расслабляется, начинает общаться, начинается диалог, работа идет, продукт дорабатывается, реализуется, воплощается. И тут эта история повторяется снова. Теперь точно так же дизайнеры живут на своей компании, где разработчик не сделал костную штуку, смотрят во внешний мир, где вдруг злые люди начали пользоваться его продуктом. Начали засыпать письма на техподдержку, начали писать в блогах и формах, что они думают о нем на других разработчиках и продуктах. И вообще страх и ужас. И, конечно же, в этот момент точно так же дизайнеру нужно понять, что это не какой-то другой мир, а что он же вообще-то для этих людей делал продукт, он такой вернулся к ним лицом, посмотреть на них, поговорить с ними и все такое прочее. Потом там есть еще несколько слоев таких открытий, но они... А если это все какие-то тролли формные, если мы покажем, я все равно могу их плохо отделять? Ну, надо отделять, конечно, котлетом. Да. Но все равно, ну, то есть, должен быть какой-то иммунитет. Если человек расстраивается от того, чтобы продать формы, там, что-то набрасывать, то ему сложно в какой-то профессии. Дальше еще слои, которые я сегодня осмотрю в нем. Собственно, если вернуться теперь к исходной схеме, то получается вот что. Чтобы сделать дизайн какого-то продукта, нужно, во-первых, изучить все, что существует. Конкурентов там провести, посмотреть, может быть, изобилийте тестирование, статистику собрать, посмотреть, как люди сейчас пользуются тем, что вот сейчас в мире существует. Для любой, даже самой новой идеи, есть там что-то, какой-то способ того, как люди сейчас делают, ну, ту же потребность, которую повторяются сейчас. Проинтерпретировать все, что получилось, и очень четко сформулировать задачу. Понять, что именно мы будем делать, и как мы поймем, хорошо получилось или плохо. Потом, с помощью специальных методов, придумать хорошее решение. Сделать как-то, черновик какой-то, быстренько его протестировать, выбросить, переделать еще раз, выбросить, переделать еще раз, и потом, за несколько революционных ходов, дойти до какого-то хорошего состояния. Вот получается, что дизайн, смотрите, здесь нет ничего общего с творческим процессом. Ничего подобного с тем, что человек приходит, там ему уставят задачу, и начинает, допустим, сделать новую почту. И он приходит в 9 утра за свой рабочий стол, расстилает большой лист бумаги, надевает кофе и начинает рисовать новую почту. Никогда так не бывает. Все происходит совершенно по-другому, вот так. Теперь про другие части, собственно, интерактивный дизайн и графический дизайн. Это уже какие-то более прикладные вещи, которые в этом процессе используются. Что такое интерактивный дизайн? Дизайн, проектирование, взаимодействие человека с каким-то предметом. Предположим, у нас есть выключатель света, и мы хотим спроектировать новый дизайн выключатель. Как нам его изобразить вообще? Что нужно учесть? И как сделать выключатель удобно и наглядно? Самое главное здесь, что нельзя обойтись картинкой, что выключение и выключение света — это действие. В каждом действии человек проходит несколько когнитивных этапов, про которые я сейчас расскажу чуть подробно. И их всем нужно учесть, чтобы продукт получился наглядным и понятным. Что я имею в виду? Рассматриваем это все на примере задом. Каждое действие состоит из семи этапов. Это выделение, которое сделал советский психолог Леонтьев. В этих этапах... Давайте я попробую на примере показать, что мы делаем в каждом из этих этапов. Допустим, я формирую цель. Хочу, чтобы стало лучше видно презентацию. Определяю для этого намерение. Надо выключить свет в аудитории — станет лучше. Определяю конкретные действия. Мне нужно найти, выключать или дойти до него и нажать на него. Теперь я могу выполнить все эти действия и проинтерпретировать, воспринять новое состояние системы. Я воспринял, что стало темно и стало видно экран. Как это можно проинтерпретировать? Ну, то есть, с одной стороны, конечный экран стал видно лучше, с другой стороны, мы превратились в кинотеатр, хочется спать, поп-корн и еще что-нибудь. Поэтому я оцениваю результатов как не самый положительный и хочу откатить изменения и вернуть все как было. Я не помню, как это было. Вот так, да? Нет, вот точно, спасибо. Получается, что такой простой процесс, как выключение света, он у нас в мозгу происходит через несколько разных стадий. И интерактивный дизайн, собственно говоря, занимается тем, чтобы предусмотреть, как именно продукт будет каждую из этих стадий отыгрывать. То есть человек должен, посмотрев на предмет, вообще понять, как им можно воспользоваться, понять, как это все устроено и что произойдет, если что-то с этим предметом сделать. Вообще увидеть, что в принципе можно сделать и что сделать нельзя. Выполнить эти действия и дальше увидеть, что произошло после того, как действие выполнено, получить какую-то обратную связь, иметь возможность эту обратную связь проинтерпретировать и оценить. Это если очень кратко. Дальше я могу привести еще кучу примеров, но тоже, поскольку у нас все-таки больше сегодня разговор про то, что бывает и как именно это делать, то я это пропущу. Но расскажу, где можно прочитать, если стало интересно. Давайте лучше рассмотрим один пример и немножко потренируемся. Это классический пример, который есть во всех книжках по дизайну интерфейса. Это плита. Вот такая варочная панель, вид сверху. У меня есть четыре конфорки и четыре рукоятки. И задача состоит сделать такой интерфейс, чтобы было понятно, какая рукоятка к какой конфорке относится. Ну, классическое решение состоит в том, чтобы прорисовать какие-то пиктограммы, которые будут это разъяснять. Мне, кстати, очень понравилось, я их встретил однажды плиту и нарисую ее. Потому что картинки нет. У нее было две конфорки и они были вот так расположены по горизонтали. И было два выключателя. Они были тоже там где-то как-то расположены, допустим, вот так. У одного была вот такая иконка, а у второго вот такая. Угадайте, какая выключательная какая-то паркета. Как вообще сделать это наглядно, на самом деле? Можно воспользоваться принципом внешнего соответствия. То есть положить ручки так, чтобы они просто своим расположением указывали, может, человек мог соотнести эти модели и понять, что к чему относится. Можно пойти дальше и сделать совсем наглядно. Но почему так не делают? Не надо функционально это заставать. Ну да, потому что есть такая гигантская кастрюля с оборщем, и не дотянуться к этому, а не прочее получается. Теперь, когда мы чуть-чуть про это поговорили, у меня есть следующее предложение. На ваших листочках у них есть удивительная вещь. Чистая обратная сторона. Наверное. Это дизайн такой. Да. Я хотел бы предложить вам опять за минуту сделать следующее задание. Допустим, у нас есть часы, обычные электронные часы. Они представляют собой прямоугольник, в котором есть экраны, и он показывает время. Вам нужно предложить какой-то интерфейс, с помощью которого можно будет настроить это время, установить какой-то точник. То есть кнопочки или любой принцип, который вы придумаете, может быть рукоятки, может быть сенсоры, не знаю, все что угодно. Как бы вы сделали самый удобный и понятный в мире интерфейс по тому, как установить время? Настроить часы и минуты. Подробуйте за минуту нарисовать. Допустим. Сейчас это все провалили. Ну, не сорольные, да. Нет стрелочные, а вот электронные. Ну, тоже погоняет. Самый глагол есть. А если тетейк? Да. Да. А если тетейк? Если кто-то готов, то показывайте. Давай попробуем полететь и посмотреть. Что делает каждая кнопка? Увеличивать. Увеличивать дальнюю. Здесь появится пояснение. Как именно увеличивать конечные часов? А, вот как увеличивать? Увеличивать. 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 Просто показывать. Многие ваши идеи, которые мне удалось видеть, крутятся вокруг следующего. То есть понятно, что должен быть какой-то управляющий элемент, который будет увеличивать. И, возможно, уменьшать. Есть решение, в котором одна кнопка увеличивает часы, одна увеличивает минуту. Это нормально, хотя их можно будет настроить, но не очень удобно. Потому что если один раз ошибусь, мне придется еще целый час проматывать, чтобы упасть в нужную минуту. Поэтому здорово, удобно, когда есть еще кнопка, которая уменьшает ее, не только увеличивает. Дальше встает вопрос о том, как сделать понятным, где увеличились часы, где минуты. Мне понравилось несколько решений. Например, там были нарисованы кнопки, которые расположены примерно так. Мне кажется, это у Раскина что-то такое было. Сразу по внешнему виду понятно, какая кнопка что делает, к чему относится. Также отдельно хотелось бы отметить решение человека, который предложил просто как-то механически вчесать. Левый крутил по сбоку одну. Просто все проходит. А вот есть другие. Ну хорошо, да. Плюсики, минусики точно так же работают здесь, как и стрелочки. Хотя, ну то есть, да. Можно как-то просто крутить. А есть такие варианты? Например, как на iOS, да? То есть, если тачника есть, просто крутить. А если нет, то механическая и точка кирик крутилка или что-то. Тоже плохо, да. Крутилка, наверное, понятна тем, что будет происходить. Ну хорошо. В принципе, как бы правильный ответ. В 21-м веке часы должны из интернета с точным временем сами поставить. Но это было здорово увидеть, что у всех получились, в общем-то, работоспособные и понятные интерфейсы. Теперь про графический дизайн. Если все, о чем мы говорили раньше, связано с содержанием, то графический дизайн определяет форму. Обе эти вещи важны. Форма точно так же влияет на наше восприятие, так и содержание. Я хотел бы показать здесь пример, который показывал в своей лекции Джона Моэда. Лекция была на Тедди. Я вам очень советую найти оригинал и посмотреть, она очень крутая. Пример такой. На это взял слово fear, страх, и показал, как оно по-разному. Одно и то же содержание по-разному воспринимается, но в зависимости от формы. Здесь вот страх набран легкой гибетикой. И, ну, в принципе, не страшно. Может выключить свет. Выключить, чтобы страшнее было. Ну ничего, я думаю, это тоже не понятно. Пойдем. Ультралегкую гибетику. Это вообще не страшно. У вас наши дети показывают. Если вот эту же самую надпись увеличить, то это уже... Уже страшновато становится, да. Уже как-то действительно. Если попробовать другую гарнитуру, другой шрифт. Вот такой, например. Это какой-то такой пиратский шрифт. Или уже какой-то, не знаю... Да, это не страшно, это смешно. Это просто какой-то... Да, страх. Ну, если это не серьезно. Или шрифт, который похож на вывеску ночного клуба. Поема, тусим в страх. Круто. Или, например, возьмем на следующей группе. И мы прямо сами чувствуем, насколько им тесно и насколько им неуютно и страшно от того, что с ним происходит. Или вот такая надпись, которая похожа на вывеску дорогого ресторана. Как говоря, вот можно показать. Роскошный ресторан страх. Теперь, скажем, я ставлю немножко буквы, чтобы получилось более приятное слово. Free. Свобода. Оно тоже совершенно по-разному воспринимается, но в зависимости от того, какую формулу это содержание имеет. Вот это, например, это такой Несси Манделла от революции. Свобода! Ура! Бай-бай за свободу! Все такое. Мощное такое утверждение. Здесь совершенно другая история. Это уже такая свобода, как легкость какая-то. И если еще больше это усилить, то тут уже прямо даже дышать легко. И так вообще настолько классно получается и комфортно. Вот вы можете видеть, как просто меняя форму, мы меняем то, как воспринимается содержание. Графический дизайн занимается речью. И, в общем-то, в графическом дизайне тоже нет никаких особенных, ничего невозможного нет. Это тоже деятельность, которой можно научиться, она подчинена некоторым правилам. Ну, не так чтобы правилам, говорят, что в дизайне нет закона, что надо чувствовать и все такое. Но некоторые рекомендации все-таки существуют. Проведем еще один эксперимент. Это такое задание, которое может показаться вам очень странным, но вот такое проделывается в дизайнерских школах и получается вроде ничего. Здесь нарисовано несколько прямоугольников. Какой из них вам кажется самым красивым? Правый верхний. По центу. Левый верхний. Самый плохой. Самый правый. Самый правый. Они не разделились. Ну, на самом деле, каждый из них по-своему что-то в своем естественно. Они сейчас составляют композицию некоторую, которая тоже с собой что-то выражает. Почему вообще возникает такой вопрос? И какие вещи кажутся нам красивыми, а какие некрасивыми? Это исследовали еще в Древней Греции и выяснилось, что большинству людей красивым кажется предмет, который обладает какой-то гармоничной пропорцией. Если пропорция случайна, то предмет кажется менее красивым, чем если пропорция подчинена или к равному числу, или к золотому сечению, к числу Фибоначчи, к числу Дне, к числу Пи. Разные существуют красивые пропорции. Этот предмет кажется большинству людей красивым. Если мы теперь возьмем и размножим его прямоугольные по плоскости, у нас получается сетка. Это инструмент, который графические дизайнеры используют, чтобы выстраивать объекты на плоскости. Мы можем объединять какое-то количество ячеек в сетке и помещать в них содержание. Например, в 9 ячеек посередине ставим текст, в 4 ячеек справа ставим фотографию, размещаем заголовок и подпись, все хорошо. Теперь, поскольку сетка вспомогательные инструменты не то чтобы секретные, но зрителю не показывается, мы их реагируем, и у нас получается просто красивая композиция. Все думают, вау! А тут же просто получается, что у всех объектов гармоничные пропорции, потому что они унаследовали пропорции исходного квадрата. И все они хорошо друг с другом смотрятся, потому что есть отступы, выровнены друг относительно друга. Можно по той же самой сетке по-другому как-то расположить содержание. Теперь уже объединить вот эти вот ячеек и подписи сделать. Эту же сетку прячем, получается просто красивая, легкая, чистая композиция, и никто не догадается, как так звало ГОСБЕР. Но это просто один из приемов, и приемов очень много. Я хотел показать, потому что это очень просто, и нет в этом никакой магии. Собственно говоря, мы увидели, что дизайн – это деятельность, у которой есть процесс. Она не характерична, она структурированная. Есть определенные правила и принципы того, как человек воспринимает информацию, в соответствии с которой она ему должна подаваться. Есть интерактивный дизайн, который занимается действиями. И графический дизайн, который занимается представлением предметов, предметом какой-то формы. Теперь, как и обещал, список разной литературы, которая позволит заглубиться в эти части дальше. Книги по дизайну интерфейсов и по интерактивному дизайну. Самое главное, конечно, это Аллан Купер. Это прямо такая гиблия дизайнеров интерфейсов. Она существует на русском языке. Называется об интерфейсе, по-моему. И толстая очень, в ней есть примерно все, что может заинтересовать. Джефф Раскин работал дизайнером компании Apple, где-то в лохматых 80-х, по-моему, 70-х годах. Участвовал в создании первого Macintosh. И написал книгу, которая больше похожа на психологическое видение, такой психологии и того, как люди воспринимают предметы. Тоже читается очень легко и интересно. Есть хорошая книга, плюс интернации. Книги по юзабилити, что является тоже смежной областью, по исследованию интерфейсов. Дякав Нильсен и Стив Круг есть на русском, но мне очень смешно, что обе они в русских версиях называются друг дизайнером. У Стива Круга есть такая желтая еще обложка, и это, мне кажется, самое лучшее для того, чтобы быстро понять, что такое юзабилити и юзабилити тестирование. Она читается за один полет в самолете или за одну поездку куда-то и дает хорошее обзорное представление о процессе вообще-то. Как набирать людей на тестирование, как проводить тестирование, как это все-нибудь оптикировать. Вот, есть много хороших статей и главы Голулача в интернете. Есть книги по графическому дизайну, их великое множество. Я тут особенно хочу отметить Кирсанова. Это очень старая книжка, она устарела чуть менее чем полностью, и читать ее сейчас бессмысленно. В ней есть прекрасная глава про графический дизайн. А его принципы не сильно поменялись за последние двести лет. И там вот очень хорошо и емко рассказано о том, что такое композиция, контраст, цвет, форма. Шрифт и как все это вместе живет. Ради одной этой главы очень советую эту книжку. Ну и там по сеткам и типографике есть гигантское количество всякой литературы. Книге Эдварда Тавти посвящено представлением и информацией. Они тоже сами к себе интересны. Тавти – это американский профессор. Он пишет вот о том, как сделать понятную информацию в каком-то визуальном представлении. Как сделать понятный график, диаграмму или схему. Как там визуально объяснить что-то, рассказать историю, по-моему, картинок и схемы указателей. Он не дает никому свои книги переводить, потому что сомневается, что сможет качество проверить. Поэтому они есть только на английском. Но они очень классные и интересные, потому что, блистая каждый из них, ты как будто путешествуешь по музею визуальной культуры. Примеры представления информации из разных эпох и культуры. Какая-нибудь японская гравюра, советская плаката, американская реклама. И все это вместе показано, как это работает. Несколько книг, которые просто формируют правильный образ мышления, который нужен всем, кто интересуется дизайном. Дональд Норбан пишет про дизайн привычных вещей, как плиту, водопроводные экраны, дверные ручки и то, как делать их понятными и наглядными. Эта книга, в принципе, интересна, мне кажется, любому человеку. А все это связано с дизайном, с интерфейсами особенно важно. Еще одна книга вам о том, про псевдопланицы в руках пациентов по-русски. И руководство Лебедева ее бы тоже очень советовало. Ну и есть разные ресурсы в интернете. Тут их список, на самом деле, бесконечный. Я какие-то три случайно взял. Я думаю, что вы их знаете. По крайней мере, вот эти два наверняка. Если еще нет, то заходите и смотрите. Там много статей не только про верстку и фронтинг, но и про дизайн. Ну и напоследок хочется закончить цитаты из классиков, которые мы стараемся следовать в нашей работе. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ С удовольствием на вопрос. Известно, что студия Лебедева рисовала дизайн раньше для Яндекса. Я хотел бы узнать, когда это закончилось. И сейчас, если не закончилось, то... Если это не закончилось, то как-то сейчас вы взаимодействуете между собой и ваше личное мнение по поводу того, куда развивается дизайн интерфейсов на Яндексе. Тут все просто. Постепенно студия делает для нас меньше заказов. Сейчас она в основном выполняет какие-то небольшие штуки конкретные. Например, нарисовать иконки или какие-то небольшие отчуждаемые задачи. А именно дизайн продуктов, вот тех, которых мы делаем, он делается уже полностью внутри. У нас очень большая часть дизайнеров, которые занимаются проектированием интерфейсов, созданием внешнего вида продуктов. И все это делается прямо в плотной работе с продуктовой командой. Это просто очень сложно делать на аутсорсе. Поэтому как-то естественно оно плавно перетекло вовнутрь. Вот, примерно так. А когда дизайнер разрабатывает модельную сет, от каких калитарей он отталкивается? Какие будут эти размены? Он отталкивается от того, какую информацию ему надо будет показывать. Насколько она разнообразна и что именно он хочет сказать. А фиксированных чайтерей в дизайне баннеров, например, или чего? Да, это очень эффективно. То есть мы смотрим, что мы хотим показать. Например, что это будет информационный ресурс какой-то. Там будут фотографии и текст. Фотографии, скажем, можно приводить более-менее к одному размеру. Текст примерно такой-то длины, какой-то набор колонок и вещей. Какие-то баннеры, такая-то реклама. Баннеры, кстати, и вообще реклама важна вообще-то. Есть, например, директор коммерсанта такой, Гущев. Он когда-то в британке делал лекцию про дизайн печатных истаний. И начал с того, что сказал, как вы думаете, зачем в мире издаются все журналы, газеты и все такое? Для того, чтобы в них была реклама. Поэтому, если вы хотите сделать дизайн журнала, сначала разместите все рекламные полосы, сделайте так, чтобы это все створялось, а потом уже набивайте все остальное. Примерно так. Это, конечно, очень утрированное представление, но, естественно, как бы о бизнесе все думают. И важно также, как человек это будет воспринимать. То есть мы можем разными сетками и разным построениями разными передавать смыслами, как вы видели, на примере того, как форма определяет восприятие в той же степени, как и содержание. Так что это тут не объяснишь очень коротко, как вы видели, сделать сетку. Но при этом не есть. А вы будете пробовать, в Яндексе пробуйте дизайн адаптивный и респонсив? Или же отдельные версии для мобильных? Ну, посмотрите, в принципе, у меня мнение такое по эту порту. Оно может не совпадать с мнением Яндекса вообще. И, слава Богу, есть другие люди, которые можно корректировать и там свою точку зрения может быть. Моя точка зрения такова. Адаптивный дизайн – это дизайн для бедных. В том смысле для людей, которые не могут себе позволить содержать отдельные версии специально адаптированные подавчалки. То есть я абсолютно за то, чтобы версии под все устройства выглядели в схожей стилистикой, чтобы было видно, что это один и тот же продукт. Это успешно дается Твиттеру, например, потому что у них не очень адаптивное, по-моему, что-то. Ну, по крайней мере, еще приложения свои, вообще такое. А именно дизайн, который с помощью одной верстки может зажиматься от большого до маленького – это, скорее, какой-то компромисс от того, что не получилось сделать две версии. Мне кажется, так. Спасибо. Ура! Спасибо.